Но мужская красота это не только стрижка, это еще и очевидная любовь к спортзалу. Герой нашей следующей истории ростовчанин Владимир Муран. 20 лет назад он представить себе не мог, что станет кумиром миллионов. Жил как половина страны дом, работа, работа, дом. Но однажды все изменилось. Его называют русским Арнольдом Шварценеггером. Его телу позавидует любой юноша, женщина без ума от его спортивной фигуры. Встречайте, Владимир Муран. Человек, который в прямом смысле создал себя заново. В свои 60-е он чемпион по жиму штанги лежа, музыкант, отец троих детей и просто красивый мужчина. Однажды он не побоялся изменить свою жизнь, и она ответила ему драгоценным подарком. Вернула утраченное здоровье и веру в себя. Он привык поднимать штангу весом в 130 килограммов, но после тренировок дома часто играет на клавишах. Любовь к музыке у него от отца. Папа вообще был разносторонним человеком, вспоминает Владимир. Преподавал иностранный язык, вел студенческий оркестр и вдобавок ко всему был чемпионом по гиревому спорту. И мне папа говорит, Вовочка, ну почему ты такой хилый? Вот я посмотрю, у меня какие мышцы там, как покажут, у него такая рука громадная. Ну, слава богу, у меня сейчас не меньше стало. А я ему говорю, пап, ты понимаешь, ну, музыка очень много занимает времени. Долгое время музыка была смыслом его жизни. Во время учебы в школе на каких только инструментах не играл. В 9 лет ему подарили баян, дальше был кларнет, а в 13 он выступал на школьных вечерах, играя на саксофоне. После 8 класса поступил в музыкальное училище, потом в консерваторию. Владимиру надо было кормить семью, поэтому вскоре он оставил любимое дело и с головой ушел в новую для себя и модную для того времени профессию, стал системным администратором. И очень скоро работа за компьютером сделала свое дело. Однажды утром, собираясь на работу, он внимательно посмотрел на себя в зеркало и ужаснулся. Вместо цветущего мужчины на него смотрел измученный человек с потухшим тяжелым взглядом. Добавок к этому бледная кожа, синяки под глазами в полу лица и страшная худоба. При росте в метр девяносто Владимир весил 65 килограммов. Прихожу в зеркало, смотрю, боже мой, уставший с утра, разбитый, дохлый какой-то там. И я подумал, думаю, ну вот была бы у меня вторая жизнь, я бы там накачался бы, стал бы сильным. Я подумал, ну подождите, ведь мне только 39, ну сколько я еще проживу? Ну 5 лет, 10. Ну так я постараюсь сделать из себя хотя бы человека. А тут еще коллега принес на работу журнал, в котором было опубликовано интервью с Арнольдом Шварценеггером. Смысл жизни не просто существовать или выживать, нужно постоянно двигаться вперед, вверх, достигать, завоевывать. Делился секретом успеха известный актер. Эта фраза открыла во Владимире второе дыхание и стала его счастливым случаем. Он вдруг понял, пришла пора измениться, но вот с чего начать Владимир не знал. Его буквально душили болячки. Из-за пупочной грыжи кашлять и чихать было больно, что говорить о тяжелых физических нагрузках. Когда я первый раз с руки взял штангу и начал ее поднимать, я повесил сюда самые маленькие блинчики, по 5 килограмм. 30 килограмм штанга. И она меня задавила. Я лежу так под штангой, поднять ее не могу. Я кричу, помогите. Но цель была поставлена, решение принято, поэтому отступать Владимир не стал. Путь к мечте, крепкому, здоровому и красивому телу начал с азов. Правильного питания, утренней гимнастики, бега и плавания. После работы шел не домой лежать на диване после сытного ужина, а в спортивный зал работать над собой. Занимался три раза в неделю по 40 минут. Не жалел себя и уже через несколько лет результат упорной работы заметили окружающие. Так получилось, что я когда ходил в зал, ну, поднимал штангу, приседал и так далее. Меня ребята спросили, а почему ты не выступаешь на соревнованиях? Я говорю, да, там же, ну, монстры выступают. Мне говорят, ну, почему монстры? Ты неплохо вроде бы жмешь. Попробуй. И он попробовал. В 2006-м впервые принял участие в соревнованиях по пауэрлифтингу. Сначала выступил в городе, потом на чемпионате России. А в этом году стал чемпионом Европы по пляжному бодибилдингу. Когда подал заявку на участие, судьи были в недоумении, не знали, в какую возрастную группу его определить. Ведь на вид Владимиру не больше 40. Своим примером он не перестает вдохновлять других и очень часто повторяет ученикам. Принимать себя, какой есть, справедливо только в том случае, если тебя это устраивает. А если хочешь себя изменить, придется потрудиться. Но результат всегда стоит усилий. Редактор субтитров А.Семкин